Здравствуйте, Михаил Борисович. Спасибо, что нашли время для нас. Смотрите, сегодня стало известно о частичной мобилизации. Кто-то говорит, что это номинальная частичная мобилизация, кто-то говорит, что это будет настоящая мобилизация, потому что паучные системы будут сгонять всех. Скажите, что мы теперь можем ожидать от правительства Путина, от режима, и что мы поняли о нем после того, как он объявил вот такой вынужденной экстренной мере, которая, по мнению многих, является ответом на провал под Харьковом? Мы с вами прекрасно понимаем, что режим, и Путин лично выкинул на стол все те козыря, которые у него были. Это, во-первых, мобилизация, во-вторых, это референдумы по четырем украинским областям, и, в-третьих, это угроза применения ядерного оружия в случае, если Украина будет отвоевывать свои территории. То есть на сегодняшний день Путин в его привычной стилистике пытается напугать Запад, напугать Америку, напугать Украину тем, что, ну, как в знаменитом фильме, помните, где прекрасный актер Леонов показывал, как бандит заходит в камеру и рвет на груди рубашку, чтобы его все боялись. Так вот, может быть, бы испугались пять месяцев назад. Время упущено. Сейчас отступить себе не может позволить никто. Не Украина, не поддерживающий Украину, Соединенные Штаты, не Запад. Что касается мобилизации, то мы видим, что хоть он и объявил ее частичной, тем не менее это означает, что все мужчины до 50 лет включительно, а те, кто являются офицерами запаса и старше, подлежат мобилизации. И дальнейшее, призовут их или не призовут, зависит исключительно от одного обстоятельства. Насколько хреново будут обстоять дела на фронте. А дела на фронте, скорее всего, будут обстоять хреново. И здесь у людей существует несколько возможных путей решения проблемы. Первый путь – это пытаться всеми силами избежать мобилизации. Второй путь – это идти на фронт и умереть. Потому что необученные люди в сегодняшней войне, с учетом того дополнительного оружия, которое теперь наверняка и американцы, и европейцы, и украинцы проставят, ну, это чисто пушечное мясо. И третий вариант – повернуть оружие против Кремля. И я думаю, что третий путь – это то, что произойдет в России после первых 100 тысяч трупов. А их при таком подходе, при такой мобилизации ждать недолго. Путин бросил на стол все свои карты. Других карт у него просто нет. Это не блеф, сказал сегодня Путин, когда говорил про применение ядерного оружия. А вы как думаете, блеф или нет? Он ждет сначала, он посмотрит на реакцию и примет решение, или уже его принял? И я полагаю, что он понимает, я надеюсь, что он понимает, что применение тактического ядерного оружия не означает с военной точки зрения практически ничего, потому что его надо применять массово, а массово применять ядерное оружие безнаказанно не позволит никто. Путин прекрасно понимает, что место дислокации его и всех центров управления, оно, в общем, достаточно хорошо известно. И попытка массового применения ядерного оружия приведет к немедленному ответному удару, о чем Байден все-таки предупреждал, пускай и несколько завуалиров. Плюс применение ядерного оружия приведет к немедленной потере всех вот этих вот, скажем так, полезных идиотов, которые есть в Европе. Ну, это малая беда, а большая беда в том, что Китай и Индия уже объявили достаточно четко во время ШОСа, что эта идея им не годится. Из, в общем, понятных соображений у них достаточно много соседей, которые в такой ситуации будут немедленно обзаводиться ядерным оружием. То есть, если ядерное оружие, что называется, превращается в конвенционное, то соседи и Индии, и Китая этим оружием будут обзаводиться, это никому не надо. Поэтому Путин, применив тактическое ядерное оружие, ухудшит свое положение. Он это, в общем, думаю, что понимает. Может ли при всем при этом, так сказать, сгорел сарай, горе и хата, а все равно нажать на курку? Ну, наверняка может. Я очень надеюсь, что люди в его окружении хотят жить, и это та ситуация, когда его лоб все-таки встретится с табакеркой. Михаил Борисович, как можно помочь сейчас тем людям, которые все чаще и все более болезненно будут сталкиваться с российской военной машиной, с мобилизацией, потому что многие сейчас потеряны, многие не понимают, что делать. К сожалению, многие европейские государства, например, Латвия, сейчас отказываются в выдаче виз, тем выдаче гуманитарных виз. Тут надо оговориться, про туристические, конечно же, нет никакой речи. В выдаче гуманитарных виз тем, кто пытается сбежать от путинского призыва, от путинской военной мобилизации в страны Европы. Мы в рамках антивоенного комитета России сделали уже на эту тему заявление. Мы сказали, что мы считаем, что сегодня то время, когда надо помогать тем людям, которые пытаются избежать мобилизации, неважно, на каком этапе они пытаются ее избежать, до того момента, когда их призвали на призывной участок, когда они бегут с призывного участка, когда они двигаются на фронт, или когда на фронте они будут переходить на сторону украинского народа. Я очень надеюсь, что мы будем услышаны, и мы делаем все для того, чтобы нас услышали. И вот судя по тому заявлению, которое сделало Министерство иностранных дел в Германии, во всяком случае, нас услышали. То есть я не могу сказать, что решение принято, но во всяком случае нас услышали, и было объявлено, что Германия сейчас будет рассматривать решение о том, чтобы открыть опять гуманитарные коридоры, визовые коридоры, для тех людей, которые избегают мобилизации. Я слышал заявления официальных лиц Латвии, но я слышал и потом аккуратное иное мнение тоже официальных лиц Латвии. Я очень надеюсь, что разум восторжествует, и людям не придется попадать на фронт с оружием в руках, для того, чтобы потом, так сказать, сдаваться и избегать вот этой вот войны. То есть то, что мы говорим правительством Запада, то, что мы говорим западным обществом, ребята, тех, кто сегодня хочет избежать мобилизации, и кого вы не примете, это, возможно, те люди, с кем вам завтра придется воевать. Лучше на сегодняшний день пойти им навстречу, и еще раз я говорю, нас слышат. Поэтому для россиян существует на сегодняшний день целый ряд маршрутов, еще не перекрытых, это маршруты через Казахстан, это маршруты через Турцию, это маршруты через Минск, маршрут через Балтийские страны еще пока обсуждается. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить его открыть в гуманитарных целях. Но да, сегодня ситуация стала очень острой, и я не исключаю того, что люди просто не успеют и не смогут. Сегодня уже достаточное количество моих знакомых и знакомых, моих знакомых получили повестки. Я, честно говоря, думал, что Москву будут трогать в последнюю очередь, но если это последняя очередь, то я себе представляю, что происходит по всей России. Да, Михаил Борисович, вы сказали, что после 100 тысяч трупов первых солдаты повернут свое оружие на Путина. А насчет протестного потенциала тех, кто еще не призван, есть ли какое-то событие, которое могло бы сделать так, чтобы волна протестов была бы заметная, большая, серьезная, влиятельная? Мы имеем дело с диктатурой, с диктатурой, которая не просто готова стрелять, она готова применять ядерное оружие. На чем мы говорим? Я считаю, что в тот момент, когда протесты будут чему-то мешать, их участников жесточайшим образом разгонят. И единственный реальный протест, о котором сегодня можно говорить, это протест, точнее их два. Первый протест – это саботаж на своем рабочем месте. И второй протест – это протест с оружием в руках. Время шариков прошло. Сегодня высказался буквально только что Байден с полей Генассамблеи Организации Объединенных Наций. В целом, Запад сегодня высказывается, да, признаем, довольно осторожным. Но вот, вы знаете, Путин, да и Шойгу тоже сегодня вполне четко артикулировали, что война идет не с Украиной, а война идет с Западом, с блоком НАТО. Практически напрямую об этом говорили. Уже про Украину в целом было сказано гораздо меньше. Как вы полагаете, остались ли у Запада еще какие-то рычаги влияния на ситуацию? Экономические, дипломатические, военные. Я бы сказал, что то, что наши два индюка Пыжась рассказывают, что они воюют с блоком НАТО, это, конечно, абсолютный детский лепет. И ни один серьезный человек это всерьез не воспринимает. Мы видели НАТОвскую авиацию на линии фронта. Мы видели НАТОвские стратегические бомбардировщики над Москвой. Мы видели западные ракеты, поражающие глубокие тылы российской армии. Нет, мы что всерьез считаем, что этих возможностей у Запада нет. Детский лепет. Детский лепет. В тот момент, когда в войну, не дай бог, конечно, вступит НАТО, никакого больше телевидения в России не будет сразу. Потому что не будет не только трансляционных вышек, но и спикеров, которые сегодня выступают, их никого уже не будет в живых. Ну или они будут сидеть в бункерах так глубоко, что их оттуда будут выковыривать и будут выковыривать специальными бетонобойными бомбами. Этого ничего нет, потому что по-прежнему война идет между Россией и Украиной. И да, конечно, западные союзники поставляют Украине оружие, поставляют Украине боеприпасы, поставляют Украине гуманитарную помощь, но это не вступление НАТО в войну. А вот если Путин применит ядерное оружие или, так сказать, иным другим образом нарушит сегодня принятые Западом для него красные линии, вот в этом случае я думаю, что ситуация будет резко другой. И я еще раз хочу сказать, что давайте не слушать дурачков, которые полагают, что десятикратное преимущество у Запада по большинству из видов вооружений, и качественное, и количественное, так сказать, оно проявляется таким образом, которого мы сейчас наблюдаем. Ну, честное слово, это какой-то детский лепет. Михаил Лорисович, вопрос такой. Вы тоже упоминали сегодня про популярный довольно вариант табакерки, который обсуждается с самого начала войны, если кто-то из окружения, из-за спины Путина просто решит его устранить. Что это может быть? Я, конечно, не прошу предположить, кто это мог бы быть прямо по фамилии, но что это за сила могла бы быть? И что бы это означало? Конец войны, скорее всего, ради этого бы это и сделалось, а что бы это означало для России? Какой бы режим мог установиться здесь? Ну, это сложный вопрос. Скорее всего, от всех запланированных акций подобного рода Путин себя сумел защитить, а вот от спонтанной акции никто и никогда себя защитить не мог. Спонтанная акция вполне себе возможна в момент отдачи Путиным приказа на применение ядерных сил. И мне трудно себе представить, что те десятки тысяч людей, которые этот приказ на самом деле должны выполнить, вот физически они его должны выполнить, потому что сам Путин, естественно, ракету топливом не заправляет и в полет ее не отправляет. Так вот, что эти десятки тысяч людей решат самоубиться для того, чтобы, как Путин нам сегодня заявил, защитить жителей Донбасса. Мне трудно себе это представить. Я очень надеюсь, что у этих людей есть их семьи, дети, жены, родители, и они не хотят смерти нам всем в ядерном апокалипсисе. Но Путин, может, этого и хочет. Поэтому предположить, кто это может быть, мы не знаем. Сегодняшняя табакерка, она не обязательно будет лежать на столе, она может подлететь по заданным координатам. Но здесь всякое возможно. И я бы на месте Владимира Владимировича серьезно бы задумался, прежде чем делать вот такие вот чреватые личной гибелью шаги. Как вы полагаете, применимо ли в этом случае в оценке действий Путина логика, чем хуже, тем лучше? Приближает ли каждое его движение, каждое его решение какой-то конец его режиму, его ситуации? Потому что, мне кажется, это единственная логика, которая позволяет как-то сохранять присутствие духа, когда вот такие новости приходят, когда такая ситуация, когда такие события происходят в нашей стране. Ну, здесь существует ровно два варианта потенциального развития событий. Первый вариант развития событий мы видим сейчас, что Путин как продувшийся игрок в казино бросает на стол все, что у него есть. И существует вариант, что в конечном итоге охрана казино выкинет его на улицу. Ну, или соседи по столу влупят в лоб канделябрам. Вот, как мы знаем из российской литературной классики. Так вот, это первый вариант. Второй вариант, он гораздо более печальный для нас, как для россиян. Это модель Ирана. То есть, это ситуация, когда Путин с одной стороны, Запад с другой стороны отгораживают проигравшую войну Россию с железным занавесом. За этим железным занавесом Путину позволяется делать с российским населением все, что он хочет делать. А он хочет устранять, убивать, травить любых людей, которые могут представлять угрозу для его власти. И если вдруг он окажется достаточно удачливым на этом пути, то он может затянуть агонию режима еще на 10 или даже 15 лет. Еще раз я говорю, пример Ирана у нас перед глазами. Ну, у него режим не теократический, поэтому вероятность того, что этот режим переживет его создателя, она небольшая, но до дряхлости он таким образом может страну дотянуть, и после этого страна, естественно, развалится. То есть, вот то, что на сегодняшний день Путин сделал, и это мы можем сказать с полной уверенностью, он запустил следующий виток развала, ну, можно сказать, Российской империи. Вот если мы возьмем там начало распада Российской империи, которому положили большевики, дальше был второй этап распада Российской империи во времена Горбачева, и на этом, в принципе, могло остановиться. То есть Россия могла уже спокойно превратиться в национальное государство. Но нет, этому замечательному историческому деятелю, так сказать, потребовалось запустить следующий этап распада России, и, в общем, я очень боюсь, что этот следующий этап может нас привести к балканизации внутри российской политики. Это будет самый худший из вариантов развития событий. Все-таки вы к какому варианту склоняетесь, потому что у нас в чате тоже люди пишут, спрашивают вас, наш постоянный пользователь Марк Докаскес, например, задает вопрос, сколько по вашим ощущениям Путина осталось у руля? Слушайте, я, так сказать, пессимист, я всегда беру худшие из вариантов. Я считаю, что вот вариант, при котором он дотянет до своего естественного предела, понятно, что помереть он легко не помрет, но как Сталин, так сказать, который помер, так сказать, в собственной блевотине, потому что к нему просто никто не стал подходить, это для него вполне себе реальный вариант развития событий, это может быть и 10-15 лет. Но с другой стороны, одев пиджак, несвойственный мне оптимист, я могу сказать, что если еще два года назад я думал, что все-таки не успею я вернуться в Россию в таком относительно нормальном еще физическом состоянии, то сейчас я, в общем, считаю, что знаете, надо поискать то место, где квартиру или ту гостиницу, если квартиры у меня к тому времени все отнимут, у меня, к слову, и у меня и у жены, по-моему, уже отняли все жилье, которое было, значит, так вот, где остановиться или у друзей, когда через годик-два придет время в Россию возвращаться. Я, знаете, об этом уже серьезно стал задумываться после сегодняшнего заявления Путина. Вам очень подходит второй пиджак. Спасибо, Михаил Борисович. Михаил Хатарковский общественный деятель был в нашем эфире. Спасибо, что посмотрели это видео, ставьте ему лайки и ставьте лайки нашей программе, это важно и увидят больше людей. Я Тимур Олевский, это воздух, оставайтесь с нами. Спасибо.